добрый день уважаемые коллеги ну что касается химии лучевого лечения плоскоклеточного рака головы и шеи то пока каких-то кардинальных подвижек в этом вопросе не произошло но я вам попробую довести все-таки состояние современной проблемы если говорить вообще об опухолях головы и шеи то формально их можно разделить на локальные местно распространенные ну и генерализованные формы если говорить о локальных формах ну на круг то первая вторая стадия то это опухоли которые могут лечиться каким-то одним методом с большим с большой вероятностью достижения успеха в этом лечении что касается местно распространенных опухоли то есть от 3 4 стадия без отдаленных метастазов то для того чтобы мы могли рассчитывать на успех при лечении этих пациентов необходим мультидисциплинарный подход подход то есть это либо хирургическое лечение с последующей операцией или химиотерапии и либо это при невозможность хирургического лечения лучевая терапия в сочетании с каким-то лекарственным лечением ну как правило химиотерапевтическим ну если говорить ну так не совсем относится к нашей теме сегодняшний но в принципе что мы понимаем под современной лучевой терапии при опухоли головы и шеи это конечно должна быть лучевая терапия на современной опературе обязательно должна быть фиксация пациента в лечебной позиции для адекватного проведения лучевой терапии обязательно исследованы для формирования объемов влучения необходимо исследование использование мультимодальных изображений то есть это ну прежде всего кт как стандартная топометрическая опция на мой взгляд обязательно мрт и в ряде случаев нам может помочь позитронной эмиссионной томографии к сожалению методы узи к лучевой терапии так вот напрямую мы то что называется пристегнуть не можем поскольку они не имеют стандартной цифровой записи но мы должны тоже учитывать уже просто данные этих исследований для оценки того что же мы видим на других методах исследований начнут другой вариант фиксации пациента значит обязательно должны у пациента быть фиксированы плечи потому что иначе мы не сможем адекватно получить ему все уровни лимфоузлов которые нам надо захватить с уверенностью что они находятся именно там где мы спланировали фиксации только головы недостаточно но и желательно верхней части грудной клетки это может достигаться от либо используя специальных приспособлений либо использованием неправильно дело либо использование масок которые фиксируют весь плечевой пояс так ну и в результате что мы должны получить после того как мы провели фиксацию пациента и сделали ему топометрические исследования совместили все изображения мы должны сформировать наши зоны облучения конечно это должно выполняться на современном этапе с использованием всех возможных методов исследования чтобы выделить прежде всего наш gtv то есть саму опухоль пораженные лимфоузлы ну и все возможные зоны субклинического поражения также критические органы чтобы в последующем мы могли их как-то защитить да что ж такое значит ну техническое воплощение в жизни лучевой терапии при опухоли головы и шеи на данного на современном этапе это может быть либо комфортная дистанционная лучевая терапия то есть когда используется несколько полей по конфигурации более-менее соответствующих контуром опухоли и тех объемов которые мы нарисовали либо это должны быть уже методы с использованием мрт то есть модуляции по интенсивности облучения значит это могут быть вот здесь приз представлен примеры статического мрт могут использоваться методы динамического мрт вимата они на разной аппаратуре по-разному называются суть проблемы это не меняет это нам дает возможность формировать достаточно причудливые контуры нашего дозного распределения чтобы обойти критические органы без вреда для объема нашего облучения если говорить о дозах которые мы должны подвести при проведении современной лучевой терапии при опухоли головы и шеи это доз достаточно высокий это порядка 70 грей в течение 7 недель лечение достаточно длительное если говорить о зонах субклинического поражения то мы также должны их облучить достаточно приличных дозах но как минимум 50 грей в некоторых рекомендациях пишут 44 грей но все равно надо понимать что эти области субклинических поражений при опухоли головы и шеи это как раз вот те все уровни лимфоузлов про которые вам уже несколько раз сегодня рассказывали и это достаточно большие зоны облучения то есть объем облучения достаточно высокий само по себе лучевое лечение пациентов с местно распространенным процессом это уже достаточно токсичное лечение но тема нашего сегодняшнего разговора это все-таки химия лучевое лечение откуда вообще пошло все развитие этого направления значит был крупный метаанализ в который вошло много рандомизированных исследований там больше 10 тысяч пациентов почти 20 тысяч пациентов вошло в это исследование которое показало что добавление химиотерапии одновременно именно к лучевому лечению повышает общую выживаемость на пятилетнем рубеже это порядка 6 процентов казалось бы не так много но это учитывая что выживаемость пятилетний этих пациентов не очень высокая то 6 процентов для них это на самом деле достаточно приличная прибавка но к сожалению это же лечение оно связано и с дальнейшим увеличением токсичности как ранней так и поздней поэтому надо понимать что если мы начинаем химию лучевое лечение мы такую впрягаемся в достаточно серьезную лямку с этим пациентом работы будет очень много ну вот как раз результаты этого метаанализа 37 тысяч пациентов показывает что действительно на 5 летнем рубеже мы имеем достаточно приличную выживаемость прибавку выживаемости у пациентов с химию лучевым одновременным лечением при этом именно вот специфическую заживаю выживаемость связанную с наши с лечением нашей опухоли но если более детально смотреть на то какие пациенты были включены в это исследование то здесь что на мой взгляд важно есть практически пациенты любого пола имели выгоду химию лучевого лечения практически луку и любой локализации первичного процесса была та или иная прибавка в общей выживаемостью пациентов значит но все-таки надо понимать что пациенты с ранними стадиями от назначения химию лучевого лечения если имели какую-то пользу то минимальную по сравнению с локально распространенными стадии и надо понимать что на выживаемость влияние есть но оно не такое большое а вот локал региональный контроль взрастает очень существенно при химио лучевом лечении и еще на мой взгляд важно что пациенты чем они моложе и чем у них лучше общий статус тем они большую пользу получат от химио лучевого лечения пациенты в группе 70 плюс уже получают от химио лучевого лечения наименьший выигрыш начнут если говорить о выживаемости пациентов с разными локализациями первичного процесса тот приороф региальные раки доказано более высокая выживаемость при одновременной химио лучевой лечения по сравнению с одной токорадиотерапии при распространенном раке горта не та же самая история при распространенном раке носоглотки то же самое практически при всех локализациях опухоли головы и шеи одновременно значение химио лучевого лечения она дает преимущество но что касается индукционной химиотерапии то по данному то вот метаанализом он уже не такой новый но он просто очень большой них получилось что общую выживаемость индукционной химиотерапия не увеличивает вот по более поздним данным уже немножко изменились режима химиотерапии индукционной они интенсифицировали за счет добавления докса рубицина токсанов которых здесь еще не было значит уже есть данные о том что и общая выживаемость также может расти но самое главное что когда мы назначаем индукционную химиотерапию мы преследуем как цель не повысить выживаемость пациентов да там есть конечно у нас желание снизить вероятность назначением нескольких полноценных курсов химиотерапии снизить вероятность появления отдаленных метастазов но все-таки эти пациенты они как правило их выживаемость связана с локорегионарным контролем и вот на мой взгляд и значение индукционной химиотерапии она даже не в том чтобы повысить выживаемость а в том чтобы улучшить нам возможность проведения локальных методов лечения потому что ну вот обширный некроз лимфоузлов если мы сразу же на этого пациента набросимся схеме лучевым лечением одновременным скорее всего мы получим распад этих узлов и не получим ну либо не сможем завершить лечение либо не сможем ну либо просто пациент может погибнуть это осложнение лечения как какие еще важные а большой размер лимфоузлов даже если в них но нет такого выраженного распада там как бывает что 90 процентов ткани лимфоузла заняты некротическими тканями но все равно большой если мы начинаем планирование лучевой терапии одновременно химер лучевой терапии что мы получаем на первых мы ему создаем план лучевого лечения мы ему делаем маску мы все это планируем тщательно контурю а через там полторы две недели лучевого лечения на фоне первого введения первого цикла химиотерапии одновременно у него резкое уменьшение размеры этих лимфатических узлов и фактически мы должны тогда ему весь план лучевого лечения менять потому что он уже становится неадекватным и здесь ну вроде бы хорошо мы получаем хороший эффект но во первых мы тогда должны проводить так называемую адаптивную лучевую терапию во вторых потом учет того что мы привели до регресса после регресса он достаточно затруднен поскольку это уже планирование на разных томограммах этого пациента и самое главное что на все это перепланирование нужно дополнительное время то есть мы должны либо останавливать лучевую терапию и перепланировать либо лечить его уже тем планом который мы понимаем что он не очень адекватный пока у нас идет перепланирование и то и другое имеет свои существенные минусы если же пациент получил несколько курсов водной химиотерапии и у него уже произошел вот этот вот регресс основной части опухолевого процесса то мы попадаем с лучевой терапии уже в относительно более стабильную зону и в общем то дальше нас в плане изменения контуров пациента больше беспокоит уже его питание его снижение его массы тела вот это нас больше беспокоит но опухолевый объем у нас уже будет на протяжении лучевого лечения более-менее стабилен второй вариант вопросность что же мы понимаем под химио-лучевым лечением с точки зрения химиотерапии но вот стандартным режимом является введение цисплотина в высоких дозах раз в три недели то есть 100 миллиграмм на метр квадратный раз в три недели и вот это на мой взгляд очень показательное исследование который говорит о том что если мы проводим стандартную химио-лучевое лечение туда мы если мы достигаем достаточных доз суммарных введение цисплотина то мы как раз получаем вот те тот прирост выживаемости которые показаны все графиках во всех исследованиях а если мы не можем выполнить этого если мы проводим один курс химиотерапия потом связи с тяжестью состояния мы дальше не проводим или если мы проводим какие-то другие режимы введения цисплотина еженедельные введения то в общем то если посмотреть на нижнюю часть этого слайда мы видим что что мы проводим самостоятельно просто лучевую терапию что мы проводим химио-лучевое лечение с недостаточными дозами цисплотина фактически у нас на показатель общей выживаемости это не влияет но это влияет на токсичность то есть мы все осложнения от химио-лучевого лечения получаем пользы мы не получаем для пациента поэтому когда мы начинаем химио-лучевое лечение мы конечно должны адекватно оценить функциональные возможности этого пациента и вероятность того что мы сможем его подвести в полном объеме вот если говорить о пожилых пациентах то они далеко не всегда могут получить стандартный режим цисплотина и соответственно получить все всю пользу от химио-лучевого лечения кроме того у них еще и более высокий риск осложнений к сожалению у них более высокий риск смерти после химио-лучевого лечения это и так достаточно токсичный метод но смертность в течение трех месяцев после завершения химио-лучевого лечения не достигает 12 почти 13 процентов это конечно очень много нельзя сказать что они все конечно погибли из-за лечения потому что пожилые пациенты они имеют много возможности погибнуть от и сопутствующей патологии и от но в частности это сложнее лечение то есть когда мы начинаем лечить пожилого пациента агрессивным химио-лучевым лечением мы должны понимать что конечно человек один 70 лет и другой 70 лет это совершенно могут быть разные люди надо уже индивидуально оценивать функциональный статус этого пациента если он действительно может закончить это лечение тогда да он получит такие же все преимущества как и более молодые пациенты но если мы его не можем закончить то лучше его в этой ситуации не начинать и пойти каким-то менее токсичным путем вот большие надежды возлагались на цитоксимаб как препарат который можно который можно заменить цисплатин при одновременном химио-лучевом лечении значит он показал также рост общей выживаемости по сравнению с одной только лучевой терапии значит и значит надеялись что с меньшим профилем токсичности мы сможем его использовать как конкурирующий агент с сплотином но сначала появились первые данные у аж пиви позитивных пациентов о том что все-таки выживаемость при лечении химио-лучевом лечении с токсимабом ниже чем при химио-лучевом лечении с использованием цисплатина это надо понимать что это более плагностически благоприятная группа но вроде бы не такая бы не такое большое снижение выживаемости но все равно неприятное значит что касается локального контроля том был существенно ниже при использовании цитоксимаба одновременно случевой терапии а самое неприятное то что профиль токсичности при цисплатине и при цитоксимабе сочетание случевой терапии казался почти одинаковый то есть мы мало что выиграли заменив цисплатин на цитоксимаб в схеме химио-лучевого лечения а выживаемости проиграли начну и совсем недавно опубликованное исследование это результат рандомизированного исследования третьей фазы которое было досрочно закрыто потому что пациенты но вот уже не не только с hpv позитивным общество слог региональной опухоли головы и шеи сюда включались и существенное снижение выживаемости при радиотерапии в сочетании с токсимабом по сравнению с радиотерапией сочетании с цисплатином поэтому конечно мы рассматривать цитоксимаб можем как не можем рассматривать как полноцельную альтернативу но что касается других показателей то сильно падал локорегионарный контроль кстати отдаленные метастазы возникали примерно одинаково что при использовании сплотина в химио-лучевом лечении что при использовании токсимаба вот видимо именно радиосенсибилизирующий эффект токсимаба не так хорош как у цисплатина и все-таки если переходить к практическим рекомендантам на данный момент стандарт для химио-лучевого лечения это использование использование одновременно больших доз цисплатина в интермитирующий режим то есть это 100 миллиграмм на метр квадратный раз в три недели а вот уже если это лечение мы проводить не можем вот тогда уже рассматривать применение цитоксимаба понимая уже теперь что мы идем на некоторые снижения эффективности либо комбинации карбоплотина с 5-фторурацилом либо какие-то введения цисплатина в меньших дозах более частые но надо понимать что мы не получим того эффекта как при применении интермитирующих высоких доз цисплатина нету есть некоторые публикации но в рандомизированных исследованиях и все эти методы они уступают все-таки лечению с цисплатином начну при третьей стадии также могут получать одновременную систему терапию пациента но здесь польза у них будет несколько меньше значит но вот если это говорить об обухолях t3 если говорить про третью стадию t2 n1 t1 n1 то здесь польза от системной терапии еще меньше одновременной и наконец пациенты 1 2 стадии одновременной системной терапии получать не должны поскольку пользу они получают небольшую а токсические эффекты получают все в полном объеме но вот всегда традиционно когда рассматриваются разные схемы радиусные стабилизации а химилучевое лечение это безусловно радиусные стабилизации одновременно рассматриваются и альтернативный режим фракционирования значит ну вот если говорить о нашем обычном фракционировании то два грей опять раз в неделю может использоваться гиперфракционирование то есть несколько фракций в день подводится и таким образом каждая фракция чуть больше одного грей и таким образом у нас идет экскалация дозы за тот же общий временной промежуток это ускоренное фракционирование когда лечение проводится больше чем 5 раз в неделю скажем 6 раз в неделю и наконец методы гипофракционирования когда просто увеличивается доза за фракцию значит метод гипофракционирования сейчас стали пропагандироваться и связи с ковидной обстановкой потому что конечно провести пациента в течение семи недель чтобы он не получил никакие никакие не заболел ничем и не не с кем не проконтактировать достаточно сложно в современных условиях поэтому сейчас появились и более жесткие схемы гипофракционирования и даже есть публикации что вроде как они не уступают лечению режим стандартно фракционирование но все эти наблюдения они основаны на том что вот в течение года вроде бы как не уступает что будет с этими пациентами на более длительном промежутке неизвестно из того что доказано значит из альтернативных режимов фракционирования значит пользу приносит гипофракционирование то есть несколько фракций в день в основном в достижении локального контроля значит и ускоренное фракционирование также увеличивала локальный контроль что касается общей выживаемости то прирост ее от режимов альтернативного фракционирования он не такой высокий как от добавления химиотерапии то есть тут он порядка трех процентов на пятилетний он примерно в два раза ниже эффект чем от добавление химиотерапии вот если сравнивать одновременно химилучевое лечение и альтернативный режим фракционирования наиболее удачный то есть здесь идет гипофракционе гиперфракционирование или ускоренное фракционирование осмос то мы видим что все-таки на круг получается что пока это общего выживаемости равно выигрывают пациенты которые получают химиолучевое лечение по сравнению с альтернативным режимом фракционирования если говорить о осложнении у этих осложнениях этих пациентов то мы видим что пациенты получающие химиолучевое лечение имеют более высокую острую токсичность ранее лучевые повреждения прежде всего муказиты конечно которые доставляют очень много хлопоты конечно и пациентам снижают качество Но которые являются ранними лучевыми осложнениями, являются обратимыми, если мы с ними справляемся. А вот поздние лучевые осложнения, такие как маркерное было использование ксеростомия, больше третьей степени, они были гораздо чаще при альтернативных режимах фракционирования. А эти осложнения остаются с пациентом уже на всю жизнь, к сожалению. Поэтому к применению альтернативных режимов фракционирования к ним надо все-таки достаточно аккуратно относиться. Но вот если говорить о рекомендациях Астра на эту тему, то они рекомендуют применение альтернативных режимов фракционирования, как правило, у тех пациентов, которые не являются кандидатами на одновременное химио-лучевое лечение. Значит, могут они применяться также и при одновременном химио-лучевом лечении, но здесь надо пациенту хорошо объяснить, что у него острота осложнения будет еще более высокая. Значит, и самой хорошей группой для альтернативных режимов фракционирования являются вот эти промежуточные пациенты Т3Н01, третья стадия, грубо говоря, которые не очень большую пользу получают от химио-лучевого лечения одновременно, хотя она есть. И они же получают наибольшую пользу от измененных режимов фракционирования, и у них наименьшее количество остальных, потому что объемы облучения все-таки у этих пациентов получаются несколько ниже, чем у пациентов с четвертой стадии. Ну и, наконец, пациенты с локальными стадиями, они могут подвергаться альтернативным режимам фракционирования, но здесь все достаточно индивидуально, пациенту все должно быть хорошо объяснено, на что он идет и ради чего. И мы должны понимать, что это пациенты, у которых, ну вот нам кажется, что у него какой-то высокий риск рецидива по каким-то его индивидуальным показателям. Тогда он тоже может включаться в группы облучения с измененными режимами фракционирования. Но в целом все-таки основное направление при химио-лучевом лечении это применение режимов конвенциональных, стандартного фракционирования два грея пять раз в неделю. Ну вот следующий раздел это послеоперационное облучение, которое также необходимо у пациентов с локорегионально распространенным опухолем головы и шеи. Даже если они удачно прооперированы, у них нет никаких очищающих факторов, но это были опухоли Т3, Т4 или Н2-3, им показана послеоперационная лучевая терапия. При опухолях Н1 также она может применяться, хотя здесь показания уже менее четкие, и должна применяться послеоперационная лучевая терапия у пациентов с дополнительными факторами риска, такие как лимфовоскулярная или переневральная инвазия, им тоже они могут получить пользу от послеоперационной лучевой терапии. Но с ними уже надо говорить, что поскольку пользы у них несколько меньше, что они получат еще и соответствующие побочные эффекты, поэтому с ними надо перед этим говорить и все хорошо обсуждать. Что мы понимаем под лучевой терапией, когда мы говорим о послеоперационном облучении? Если у нас все замечательно, операция прошла удачно, у нас нет никаких краев положительных опухолей, у нас не было экстракапсулярного распространения в лимфоузлах, то мы должны подвести на зону нашего интереса дозу порядка 60 грей. Если у нас есть экстралимфатическое распространение или положительный край, и невозможно провести реализекцию, мы должны подвести дозу хотя бы 66 грей. Если у нас есть микроскопический остаток опухоли, то фактически мы должны проводить химию лучевого лечения этому пациенту так, как если бы он не опереживался. То есть та же самая доза 70 грей. Что касается добавления одновременной химиотерапии к послеоперационному облучению. Эта исследование показывает, что да, есть польза действительно при росту общей выживаемости у пациентов, которым проводится одновременное химио-лучевое лечение в послеоперационном режиме. Но когда более детально на это смотрели, оказалось, что вся эта польза обеспечивается за счет тех пациентов, в которых есть дополнительные факторы риска, а именно положительный край или распространение экстралимфатическое при выходе за пределы капсулы лимфоузла, говоря по-русски. Тогда эти пациенты действительно получают пользу от назначения в послеоперационном периоде одновременной химио-лучевой терапии. А вот если у них нет факторов риска, то польза от добавления химиотерапии в послеоперационном периоде к лучевой терапии, которая им все равно показана, она более чем сомнительна, так скажем. Потому что токсичность, конечно, безусловно, возрастает, а вот выживаемость их в лучшем случае имеет некоторую тенденцию к росту. А вот в тоговском исследовании вообще была абсолютно эквивалентна. Поэтому, ну и опять-таки, если возвращаться к рекомендациям АСКО, то проведение послеоперационной лучевой терапии одновременно с химиотерапией показано у пациентов с наличием положительного края или выхода за пределы лимфоузла. А вот у пациентов, у которых этих факторов риска нет, все-таки в рутинной практике надо проводить послеоперационную лучевую терапию без одновременного добавления цисплотина. Потому что это снижает токсичность лечения без ухудшения выживаемости. Ну вот это все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.